Разведение войск, прекращение стрельбы, реинтеграция оккупированных территорий, капитуляция, зрада, штайнмайр, майдан. Слова, которыми пестрят новости украинских телеканалов, рассказывая об инициативах Зеленского по Донбассу. Часть медиа преподносит информацию под своим специфическим углом, в зависимости от позиции и целей владельца, который в Украине, как правило, представляет определенную политическую силу. Основная часть телеканала в Украине не являются бизнесом, особенно центральных. Они являются продолжением финансово-промышленных групп, которые имеют свое политическое прикрытие и представительство. Исходя из этого, это очень влияет на их информационную повестку. И, естественно, они тоже в нужном свете стараются показать определенные факты, международные переговоры, мирный процесс. Мы проверили основные украинские телеканалы, которые принадлежат представителям противоположных политических течений. Чтобы понять, насколько сбалансировано, они подают информацию. Резко критикуют формулу Штайнмайера и разведение войск на Донбассе каналы, связанные с Петром Порошенко. Это Прямой и Пятый. Там чаще, чем в других СМИ, публикуются выступления бывшего президента и его команды с соответствующими заявлениями. Никакой формулы Штайнмайера не существует в природе. Это российская выгодка. Никогда до вчерашнего дня ни один представитель Украины ни письмова, ни в другой форме никогда не сквалили формулу Штайнмайера. Медиа-эксперты обращают внимание, что экс-президент, делая такие заявления, манипулирует. На деяких каналах деякі спікери говорять абсолютно нерелевантні речі. Причому це можуть бути ті спікери, які ще три роки тому самі узгоджували формулу Штайнмайера. А тепер вони кажуть, що це зрада, що її не існує, чи що це формула Путіна. Я маю на увазі колишнього президента. І вже навіть сам пан Штайнмайер сказав, що в принципі ми цю формулу разом з президентом Порошенко розробляли, узгоджували. Также каналы Порошенко широко освещают акции, направленные против разведения войск. Такі каналы, як 1плюс1, АСІТВ, ТРК «Украина» в своїх выпусках новостей стараются публиковать нейтральну, сбалансированну інформацію, давати слово различним спікерам, имеющим противоположные точки зрения. Кроме Штайнмайера не може бути ни перемоги, ни капітуляція. Це просто механізм введення в дію закону про особливий статус. Той закон, який є, особисто мене не влаштовує, тому що в ньому є положення про безумовну амністію, в ньому є положення про місцеву міліцію і так далі, і так далі, і так далі. Все те, що я не хочу, щоб було на моїй землі. Це дає нам реальний шанс для того, щоб встановити мир на Донбасі. Цим шансом об'язательно треба використовуватися. Каналу, принадлежащие представителям партии «Оппозиційна платформа за жизнь», «112», «Ньюзван», «ЗИК», інформацію о формуле Штайнмайера подавали в исключительно позитивном свете. Мы сделали вчера заявление от имени нашей партии и фракции, что мы поддерживаем подобные шаги по мирному регулированию ситуации на Донбасі. Мы абсолютно поддерживаем политическую волю Владимира Зеленського. На інтере Дмитрия Фірташа рассказывали о том, що депутати Євросоюза одобрили формулу Штайнмайера. Всевозможные политические ток-шоу на крупних каналах активно используються для пиара спикеров, которые продвигають политические і бизнес-интереси владельців. Вот, например, какими словами ведущий канала «Юзван» Вячеслав Пиховшик подвел к интервью Віктора Медведчука. Мабуть, никто краще не разбирается, не понимает и не может раскласти по поличкам формулу Штайнмайера, как Віктор Володимирович Медведчук. На канале «1 плюс 1» ведущая Наталья Масейчук также использует эмоциональную лексику, анонсируя заявление президента Зеленского. Он говорил очень четверто, очень проникливо, поэтому давайте послушаем весь его выступ. На телеканалах оппозиционной платформы «За жизнь» происходит и манипуляция с приглашенными спикерами. Например, во время ток-шоу украинского формата на «Ньюзване» в студию пригласили четверых депутатов от оппозиционной платформы и лишь по одному от «Слуги народа» и «Баткевщины». Таким образом, они лишь создают иллюзию баланса мнений, который на самом деле отсутствует. Это нарушение стандартов журналистики. Например, на свои шоу по той же теме «ТРК Украина» на шоу «Шустера» и «1 плюс 1» пригласили спикеров от разных фракций. Есть еще один трюк, которым пользуются телеканалы. Они специально приглашают одного или нескольких спикеров, представляющих позицию, кардинально отличную от позиции их владельца. Поэтому мы нередко видим такие парадоксальные случаи, когда, казалось бы, телеканал, который позиционируется как патриотический, вдруг начинает показывать людей, которых этот телеканал, чью политику критиковал, и очень часто их начинает показывать непропорционально. Либо, наоборот, телеканалы, которых записывают в некий воображаемый промосковский пунт, начинают показывать очень часто политиков крайне правого толка. В любом случае, делая выбор, какой канал смотреть, нужно проверять, кому он принадлежит. Потому что, к сожалению, зачастую кто платит, тот и заказывает музыку. Это не значит, что нужно полностью отрицать все, что показывают олигархические СМИ. Но необходимо проверять информацию, которую вы получаете при просмотре. Быть внимательными и обращать внимание на соблюдение редакциями медиа стандартов подачи информации. Чтобы получать полную картину, лучше смотреть несколько разноплановых каналов.